Главный государственный праздник Армении отмечает 28-ю годовщину независимости. Впервые торжества пройдут не в Ереване, а в Гюмриим, втором по величине городе страны. Старинные улочки, богатая архитектура, колоритные жители. Какая она культурная столица республики и почему праздник решили провести именно там, знает Лилит Мадунц. Город искусств, ремесел, юмора и остроумия. А еще Кумайри, Александрополь, Ленинакан. Это все о Гюмри. Его по праву можно считать музеем под открытым небом. Здесь каждое здание – шедевр. Практически все дома сделаны из местного черного туфа. Даже желоба здесь имеют свою особенную форму. Совершенно не похоже на то, что мы видели в Ереване, например, или в Цихкадуре, или где-то еще. Это, наверное, и поможет нам понять дух и характер этого города. Прежде всего, людей, которые здесь живут. Гюмри больше двух с половиной тысяч лет. Его облик менялся не раз. Землетрясение 1988 года разрушило многие архитектурные шедевры. Исторический район Кумайри, площадь которого 200 гектаров, сейчас реставрируют. Здесь будет своеобразный бродвей. Исторический центр должен быть не просто музеем-заповедником, а кварталом, где будут кафе, рестораны, гостиницы. Туристы смогут увидеть не только архитектурное наследие, но и быт гюмрийцев. Попробовать кухню. Мы обратились в ЮНЕСКО включить Кумайри в список центров всемирного исторического наследия. Гюмри называют им маленьким Голливудом. Многие знаменитые фильмы снимали на его улицах и в этих домах 19 века. В этом городе свои первые шаги делал и знаменитый комик с грустными глазами Фрундик Макарчан. Вот, например, тот самый балкон, с которого его кинематографическая жена, Сирянуш, общалась с мужем. А ты, драгоценный супруг, к моей лапочке вообще отношения не имеешь. Буду делать с ней все, что хочу, зажгу, покажу, зажгу, покажу, зажгу, покажу. Гюмрийцев можно легко выделить из толпы добродушные, гостеприимные и веселые, ведь не зря город прозвали столицей армянского юмора. Не любить этот город просто невозможно. Хочу, чтобы мой город изо дня в день становился все краше. Краше станет не только Гюмри. Премьер-министр Никол Пашинян поручил развивать туризм, поэтому и главные торжества в День независимости Армении каждый год будут устраивать в разных городах. Праздничные мероприятия у нас в городе – хороший повод увидеть друг друга. Прогуляться по красивейшим улицам, вместе порадоваться. Хотелось бы, чтобы к нам приезжало как можно больше гостей. В День независимости Гюмри обещает поразить масштабными выставками, концертами и танцевальными номерами. Рок, джаз, классика и народная музыка – каждый найдет площадку по вкусу. Известные ереванские бары откроют свои палатки. Гостей ждут со всех регионов страны.